Приветствую друзья! Вы на канале Крамер ТВ и сегодня я вам расскажу о самом быстром внедорожнике в истории. В 2017 году неофициальным обладателем рекорда скорости для внедорожников стал Toyota Land Cruiser 200, который пилоты разогнали до скорости 230 миль и до 370 км в час. Автомобили оснастили двигателем V8 Biturbo с объемом 5,7 литра на 2000 лошадиных сил. С мотора 5,7 V8 Toyota Motorsport сумели снять 2000 лошадиных сил мощности с помощью двух турбин гарет размером с волейбольный мяч. Это было последнее новшество после замены поршней, клапанов, пускного коллектора, не говоря уже об измененной раме, подвеске и гоночной резине. За рулем находился бывший гонщик в Toyota серии NASCAR Carl Edwards. Для заезда была подготовлена 4-х километровая взлетная полоса, на которой пилоту нужно было уложиться в 2,5 км для разгона. Остальная часть дистанции понадобилась для безопасного торможения. Я Крейг Стэнтон. Мы здесь, чтобы побить мировой рекорд по скорости для внедорожников. Неплохо идем. 165 за 5,02. Мы слышали щелчок. Видимо, где-то есть проблема с подсосом. Нужно, чтобы машина немного остыла, и мы снова готовы идти на рекорд. Эй, у нас проблема посерьезнее. Вот здесь внизу вытекает масло. Сейчас мировой рекорд для внедорожников – 211 миль в час. Это очень высокая скорость. И вот на Toyota подумали, почему бы нам не сделать супермощный Land Cruiser и посмотреть, насколько скоростным он получится. Конечно, нам придется потрудиться, чтобы побить такой высокий рекорд. Работая над нашим новым автомобилем, мы стараемся сделать его отличным от традиционных внедорожников. Самая большая сложность состоит в том, чтобы опустить его как можно более низко, ведь по своей конструкции внедорожникам положено иметь клиренс над грунтом. Сейчас мы сделаем пробный заезд, чтобы посмотреть, сможем ли мы развить достаточную скорость и одновременно сохранить контроль. Сейчас мы проверяем датчики температуры и вибрации, а также проводим общий осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что нигде нет никаких утечек. Он превысил мои сегодняшние ожидания относительно скорости. Я сказал, что если сегодня мы сделаем 150 миль в час, то этого вполне достаточно. Мы на 163 и все еще на наддуве низкого давления. Мы забираем автомобиль в гараж для проверки и установки сверхскоростных шин и посмотрим. Доброе утро и добро пожаловать в аэропорт Мохаве. Мы рады вас приветствовать. Хотим напомнить вам, что это действующий аэропорт. Вы будете пересекать действующие взлетно-посадочные полосы. У нас есть 2,5 мили асфальтированной полосы. Мы используем около 1,5 мили для набора скорости, а остальную милю для того, чтобы аккуратно сбросить скорость. У нас два водителя, Крейг Стэнтон, наш постоянный шофер-испытатель, и Карл Эдвардс. Мы чувствуем себя уверенно и думаем, что нам удастся показать сегодня достаточно неплохую скорость. В прошлом ролике я запустил конкурс, в котором можно было выиграть 100 долларов в несколько простых кликов. Подписаться на мой канал, поставить лайк под видео и оставить плюс в комментариях. И вот наш конкурс подошел к концу. Мы через ранданомайзер выбрали победителя и отправили 100 баксов. Так что участвуйте и побеждайте! Кажется, в двигателе что-то хлопнуло. Точно был хлопок. Я только чуть-чуть поднял ее, чуть выше, и сразу хлопок. Я сказал ему, что сегодня я ни с того ни с сего вскочил с постели в 2 часа ночи. И тут Пол присылает мне СМС и говорит, не хочешь поучаствовать? Я, конечно же, согласился, без вопросов. Мне кажется, что если мы сделаем все то же самое, мы сможем увеличить скорость на 10 миль в час. Но у нас должен быть запас. Я имею в виду, что нужно еще хотя бы 1000 футов трека, ведь такая скорость... Но если мы немного увеличим обороты... Да, точно, нам нужно больше мощности. Отлично! Запахло чем-то. 230, 2, 3, 0. Да, я видел результат. Я Карл Эдвардс. Я нахожусь в аэропорту Мохаве, и мы только что сделали кое-что невероятное. Мы проехали на внедорожнике со скоростью 230 миль в час. Но скажу вам честно, когда скорость была 225, его начало немного водить из стороны в сторону. Я старался держать ногу на педали газа, и все, о чем я мог думать, это слова Крейга Стентона. Что бы ни случилось, не отпускай педаль. И вот 230 миль в час. Отличный день. Это пока еще не официальный результат, но думаю, что с уверенностью могу заявить, это самый быстрый внедорожник в мире. 230! Невероятно! Но, к сожалению, рекорд не был занесен в книгу рекордов Гиннеса, так как автомобиль отказались вносить в категорию внедорожников, а также потому, что он является единичным проектом, и такой автомобиль нельзя купить на рынке. Официальным рекордсмером скорости является Бравлуд GLK V12 на 750 сил под капотом с максимальной скоростью 339 км в час. Друзья, если вам понравился этот ролик и мой контент в целом, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Если не понравился, дизлайк. Спасибо, что смотрите меня. С вами был снова Илья Крамер. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok